Только вышла из машины Сразу как мышка из-под машины выбежит Травку забежала Пряталась Всем привет, девчонки и мальчишки Сегодня буду пробовать походить с родной катушкой Маленькая, легонькая такая По сравнению с этой катушкой Не знаю, что меня здесь сегодня ждет Посмотрим, как с этой катушкой будет Это такая маленькая, это такая здоровенная Напишите в комментарии, с какой лучшей катушкой ходить С маленькой или с большой Хорошо-то ходить на поле Погодка сегодня замечательная Но вот что-то с находочками слабовато Копаю только железо Вот колечки Думала монетка, выкопала колечко Била как монетка Но не монетка В общем, копаю, копаю все Посмотрим Может поеду в другое место Поле большое Как вот располагалась эта деревня Неизвестно Там вот дальше куча Хоть бы что-нибудь сегодня вообще найти Ладно, не будем отчаиваться Продолжаем поиски Смотрите, какая у меня интересная находка Кто помнит Мальчики У кого был пугач в детстве Я помню Конечно, ни разу им не гуляла Но Мальчишек было Они постоянно пугали Вот в эту трубочку Засыпали селитру Здесь гвоздик такой был Резинка такая Натягивалась И потом вот так вот, бац, испугали нас. Ну, наконец-то. Первая находочка у меня. Советик. 5 копеек, 26-го года. Неглубоко лежала, наверное, где-то сантиметров 5 на поверхности. Хорошенькая монетка, друзья мои, девчонки и мальчишки. Это золото партии. Хорошая находочка. Наконец-то, первая монетка. Даже Советик урад, потому что хожу, только железяки складываю. Ну, ладно, наконец-то. Первая находочка у меня. Даже если Витик урад. Так я не могу понять, как здесь улица проходила. Вообще непонятно. Главное зацепиться. За что-то надо. А приехала тоже как-то хожу. Сегодня, хоть и прохладно, но грибники у нас все ездят по лесам. На мотоцикле смотрю грибники. Три человека. Как-то не очень тоже приятно ходить, когда за тобой наблюдают. Выйдут из леса, посмотрят на меня, что хожу. Думаю, то ли ехать уже обратно, то ли ходить. Не знаю. Думаю, сейчас еще подойдут ко мне, отругают. Скажут, что ты ходишь тут на поле? А что тут, ничего такого не делаю. Хожу потихонечку и все. Ямки за собой заравниваю. После меня ничего не остается. Все чистенько, ровненько. Оказывается, иду я в правильном направлении. Монеточка у меня. Это у нас 20 копеек 1931 года. Вот такая монеточка. Вторая монетка уже. Иду, значит, я в правильном направлении. Так думаю. Сейчас мы прогуляемся вот этой кучей. Заросшая она вся крапивой. Да, ребята, правильно я иду. Еще одна монеточка у меня. Две копейки. 1946 год. Все правильно. Вот самое сложное определить направление, куда идти. Мыть не буду. И так все хорошо видно. Отличная монетка. Две копейки с СССР. Сейчас иду прямо на поверхности. Монетка лежит. Смотрите, сухая. Сухая прям монетка. А это у нас здесь Юлик 36-го года. Сухонький вот уже земля. Сухая сверху. И выпахали, видать, его. Копано здесь, не копано. Ну, все равно что-нибудь досталось и мне. А у меня отличный сигнальчик. Сейчас будем копать. Прозвонила катушкой. Что-то маленькое здесь. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что за сигнальчик. Так, выкопали. Пинчики я не достала еще. Что-то у нас, ребята, в руке. А что в руке? Сейчас посмотрим. Так. Вот в этом комочке. Что в этом комочке? Сигнал, как монетка. Что это? А, монетка. Это что такое у нас? Что-то медяшка какая-то. Эх, звенела-то, как думала монетка. Так хочется империи. Как же хочется имперских монеток покопать. Не только советиков. В общем, не знаю. Вот такая штучка. Осенний лес тоже очень красивый. Осень. Прекрасная пора. Осень-осень золотая. Для души она родная. Богатая своим урожаем. С грустинкой ее провожаем. Природа готовится ко сну. Ветер обрывает листву. Землю укрывает ковром. Спи, родная, с добром. Парк. Парк. У меня есть сигнал. Хорошенький. Ну как хорошенький? Советский сигнал. У него глубоко где-то лежит. Я такие сигналы советскими сигналами зову, называю советскими сигналами, когда вот так вот как бьет сигнал, как советский, советская монетка как будто, может и не монетка, сейчас посмотрим, пока не выкопаешь, не узнаешь. Так, где-то я уже скопала, сейчас посмотрим, это было что-то здесь, вот наш сигнал. Вот такие 20 копеечек 1941 года, хорошенькая монетка, не зря сюда шла до этой кучи, все посматривают, думаю надо дойти до этой кучи, крапива, раньше вот все сгребали в такие кучи и сжигали, всю деревню так сжигали, и у меня, что вы думаете, что я нашла? А находка у меня классная, смотрите, серебряная монетка, в царские времена, думаю, жили здесь люди или нет, но вот видите, как бы не такая старая монетка, 1910 год, СПБ. В общем, не только советские монетки, но и царские монетки, как видите, встречаются, классная монетка, сейчас я почищу, здорово, серебришко я люблю, ну вот поле большое, сложно искать, конечно. Вот такие монетки, не только советские, но и царские монетки на этом поле есть, только надо хорошо искать. Такая красота. Три часа я уже хожу, еще около часа я, наверное, похожу. Еще у меня такой хорошенький сигнальчик. Так, где мне? Вообще-то так звенит хорошо. Неглубокий сигнал. Сейчас посмотрим. Сигнальчик очень хороший. Сейчас мы проверим. Вообще, не сигнал, а песня. Как песня поет? Сигнальчик. Так, где наш сигнальчик? Смотрите, какой сигнал-то у нас был. Я думаю, так бьет вообще, звенило, как песня-сигнал. А это у нас конина. Подседальник или что? Как-то так называют. Под седом вот это находилось. Интересная конинка. Наверное, подседальник вроде бы. Так его называют. Отличная находка. Конинку сейчас нашла еще. Маленькую. Крушение конской обрежи. Такой хорошенький был сигнал. Конинка. Еще одна. Хороший сигнальчик был. Так, я выкопала где-то в этом комочке у меня. В этом комочке. Комочек маленький. Значит, что-то маленькое. Что у нас здесь маленькое? Хороший сигнал. Вообще классный. Классненький сигнальчик. Ух ты. Ух ты, ребята. Это монетка. Это монитосина. Царская монетка. Земля-то такая липучая. Сырая. Я уж думала, сегодня вообще не будет царских монет. Оказывается, есть. Надо только хорошо искать. Поставила сегодня вот эту катушку. Как-то не очень мне нравится с ней ходить. С Торнадо лучше. Потому что она большая. Захват у нее больше. А это такая маленькая. Не знаю, как-то мне не очень понравилось с этой катушкой ходить. Я не знаю, кому как. Но мне нравится с Торнадо ходить все-таки. В следующий раз уже переставлю снова эту катушку. И буду ходить с ней. Не знаю, кому как. Но мне нравится эта катушка больше. Темно уже встает на улице. Так, вот такая копеечка. 1872 год. Так это, получается, деревня-то и не с 1905 года. Если монетки 1872 год. Полевой сохран у монетки. Вот такая зелененькая вся. Подъеденная монитосинка. Ну, приятно. Царизм. Царизм всегда приятно поднимать. В любом сохране. Еще две конинки. И от самовара. Вот такая красота. С серебром я сегодня. И две царских монетки. Тоже меня порадовали. Советики тоже хорошенькие попались. Как всегда, сопутка. Проволоки сегодня вообще много было. Этих проволочных сигнальчиков откопала в кучу. Ходила я сегодня с родной катушкой. В общем, находки как и с той катушкой, так и с этой. Как бы серебро, вот видите, сегодня нашла. В общем, выводы делайте сами. Какая катушка лучше. Всем пока. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok